Девушки отдыхают Боль в суставах, нормализуется давление, убирается головная боль, улучшается внешний вид Ну, если честно, Леночка, я знаю еще одно классное упражнение для рук Да, какое? Это громкие аплодисменты! А вот если включить телевизор и посмотреть наш парад юмора, это будет лучшим упражнением для глаз и для лица Ну, для глаз понятно, у нас выступают самые красивые артисты Так А почему именно упражнение для лица? Карен, ну как ты не понимаешь? Потому что когда человек смеется, работают мышцы лица, морщины разглаживаются Так что нас сегодня ждет сеанс омоложения Ну тогда, дорогие друзья, давайте срочно омолаживаться Ведь у нас в программе лучшие специалисты по омоложению и хорошему настроению Встречайте на сцене Геннадий Ветров Карен, скажи, ты любишь сказки? Ну, конечно, мне вот это очень нравится Вышел старик на берег, закинул в море бабку и зажил счастливо Карен, а ты помнишь, что у Аладдина была волшебная лампа? Ну, конечно, это моя любимая сказка А, ну вот, так вот, говорят, что эта лампа подала в суд на Аладдина Сочтя его поглаживание сексуальным домогательством И молвил богатырь Выходи, чудище поганное И ответило чудище Извините, мне только через две остановки выходи А вот сейчас на сцену выйдут просто сказочные артисты Двое из ларца, одинаковых с лица Подожди, а кто же это такие? Карен, ну что ты не знаешь этих артистов? Встречайте, Александр и Валерий Пономаренко Леночка, а вы можете привести мне пример женской логики? Ну, конечно, Карен, пожалуйста Смотри, жена ругает мужа До каких пор ты будешь шляться по бабам? У нас уже трое детей, еще ни одного от тебя А вот я такую историю слышал Муж говорит жене Ты знаешь, дорогая, мне кажется, мы уже устали друг от друга И я решил немножко пожить для себя Жена ему отвечает Ну, поживи, пока я крашусь А вот смотри, Карен Разговаривают две подруги Одна спрашивает Слушай, как тебя муж отпустил в ночной клуб? А вторая говорит Да, я ему ванну приготовила и пеной наполнила И это его остановило? Монтажная пена кого угодно остановит Леночка, о женской логике мы можем говорить часами Давайте дадим слово настоящему профессионалу в этом вопросе А давайте На сцене Сергей Дроботенко Леночка, я тут один диалог подслушал Мужика спрашивает Ты вообще чем занимаешься? Тот говорит Людей достаю А они орут Его спрашивают А морду еще не били? Да нет пока Я акушер в роддоме А есть еще такая замечательная профессия Директор школы Кстати У одного директора школы Была кличка режиссер Потому что ремонт стоил 20 тысяч рублей А кассовые сборы 500 Леночка, а вы знаете В чем уникальность профессии юмориста? Ну в чем? Ну юморист смешит людей всех профессий Да что ты Ну пожалуйста, посмотрите в зал Сколько людей в зале И у каждого своя профессия И сейчас на сцену выйдет юморист И он всех рассмешит Да кто же ты такой? Встречайте Юрий Аскаров Вы знаете, Леночка Все-таки с женщинами жить сложно Вот моя жена Хотела котенка А я категорически нет Поэтому мы пошли на компромисс И завели котенка Ну а что тут сложного? Нас надо просто любить И все Если женщина любить Она горы свернет А если не любить То шею Это точно А еще у моей жены в ванной Висят шесть полотенец Да ты что? Для лица Так Для рук Так Для волос Для тела Для ног И для чего-то еще одно Количество шуток И он всегда знает Как поднять женщине настроение Хо-хо Кто же это? Ты На сцене Карен Аванесян Встречаем Слышал объявление В аэропорту Я между прочим Девушка В активном поиске Так что женатые Держат дистанцию Понял Давай Так вот Там было такое объявление Мужчина Поможет Красивой девушке Получить Материнский капитал Карен Ну подходи Я думаю Какие все-таки Мужики хитрые Леночка Не хитрые А веселые Как и наши артисты А вот сейчас Позвольте мне Сделать самое Короткое объявление Давай Карен Ты знаешь о чем я подумала? Что повезло тем Кому сейчас за 50 Столько ерунды В молодости натворили А доказательств нет Потому что в то время Не было интернета Карен Вот именно А сейчас все поголовно Сидят в интернете Точно Я сегодня сам лично видел Как одна старушка Помогала переходить Дорогу парню Который чатился В смартфоне Причем телефон сегодня Это и телевизор И кинотеатр И библиотека Раньше люди были начитаны А теперь все нагуглены Скоро дойдет до того Человек просыпается утром Берет в руки телефон И говорит Окей Гугл Где меня вчера носила? И слышит ответ Да я после вчерашнего С тобой вообще не разговариваю Хорошо, что есть еще телевидение И наши зрители могут посмотреть Парад юмора А в нем своих любимых артистов Это точно На сцене Наталья Кристилева Вы знаете, Леночка Я вчера ужинал в ресторане И услышал такой диалог Клиент спрашивает официанта Скажите А салат сегодняшний? Официант говорит Я вам больше скажу Он еще и завтрашний Ой, Карен, ты не поверишь Я тоже вчера была в ресторане И тоже слышала кое-что смешное Официант Не вижу курицы в курином бульоне Утонула, что ли? Ай, ну почему сразу утонула? Помылась и ушла Ну, мы хоть и не в ресторане Но у нас в параде юмора Тоже своя творческая кухня Свежие шутки Номера, миниатюры И песни Которые оставят приятное послевкусие И подарят нам хорошее настроение Встречайте на сцене Алексей Воробьев